Татьяна, спасибо большое за представление. Я вновь рада провести еще один вебинар для всех участников, связанный с дизайн-проектированием среды. Хотела представиться, что мне зовут Татьяна, мне 38 лет, я уже более 15 лет занимаюсь дизайн-проектированием среды обитания, скажем так. Я не называю себя, что я тот дизайн, который занимается только жилым или нежилым пространством, только маленькими квартирами, забродными домами. Нет. Все, что меня окружает, вся среда обитания, я как специалист полностью и снаружи, и внутри занимаюсь обустройством, проектированием, качественным проектированием данной среды обитания. Поэтому мы как бы перешли, большинство специалистов перешло в такую сферу, как дизайн среды обитания, всего, чего нас окружает. Мы касаемся полностью всего, начиная и внутри, и снаружи, и в переходе между помещениями внутри и пространством снаружи, то есть этими проходами, пониманиями всего, чего нас окружает. И сегодня я хотела поговорить с вами о Старом фонде. Этот вебинар будет посвящен Старому фонду. Все-таки мы живем в унаследованных городах, мы живем в унаследованных домах, в плане не унаследованных у наших родственников, а в плане того, что нам досталось наше революционное наследие, постреволюционное, советское наследие. И только сейчас происходит процесс реновации на городах запущенной, при котором меняется структура жилья. Большинство из нас живет и будет жить в Старом фонде. Некоторые дома Старого фонда гораздо лучше, чем то, что сдают сейчас. Это тоже факт. Поэтому у меня родился некий такой вебинар. А что же такое Старый фонд? Как с ним работать? Какие подводные камни есть в Старом фонде? И стоит ли вообще покупать Старый фонд? Вот сначала вы прослушаете вебинар, возможно, вы удивитесь, что тот дом, в котором вы живете, он прекрасен, есть смысл работать с ним. Или, возможно, вы сейчас на стадии покупки квартиры и купите какое-нибудь красивое пространство в Старом фонде, сделаете его приятным, гармоничным, будете в нем жить еще очень долго и счастливо. Поэтому сегодня тема Старый фонд. Как с этим работать? Какие ошибки подводные камни нас ждут? Презентация загрузилась. Вы можете открыть файлик. Татьяна, так, давайте мы сейчас... Да, вот, наша презентация загрузилась. Спасибо большое. Хорошо. Заранее прошу прощения за качество интернета. Действительно, сегодня такой вот сложный день. Видимо, будет магнитно или что. Бывают иногда задержки. Я уже представилась, как сказала, да, меня зовут Татьяна. Я достаточно давно занимаюсь этим делом. Давайте начнем с понятия, что же все-таки такое Старый фонд. У нас действительно на территории Российской Федерации есть утвержденное понятие в жилье, что Старый фонд – это категория зданий, которые датируются постройками до середины 20 века. То есть это, ну, возьмем отрезок 1900-1950-1960 год. Это действительно Старый жилой фонд. Данные здания, они рассчитывались на время эксплуатации 100-120 лет. А здания, которые уже строились с 50-х по 80-х, в Хрущевке-Брежневке, то там средний срок эксплуатации 25 лет. 25-50 с натяжкой. Ну, сейчас мы понимаем, что мы уже живем недостаточно давно и больше 50 лет. И эти дома уходят у нас под реновацию. Поэтому мы разберем сегодня на вебинаре и Старый фонд, так называемых «Сталинок», как мы привыкли понимать, и Старый фонд, который все равно чуточки касается. Это 50-е, 60-е годы постройки – это наши Хрущевки и Брежневки. Мы также это затронем, потому что это важно. Это тоже нужно все равно считать Старым фондом. Кому-то не повезло, и реновации у них не будет. Основная особенность Старого фонда – это постройки с массивными стенами, два два с половиной кирпича с высокими потолками, с красивыми, прекрасными архитектурными элементами, потому что тогда еще не боролись с архитектурными излишерствами. То есть это такие исторические, прекрасные, красивые здания, которые были запроектированы для комфортного проживания небольшого количества семей в этом доме. Какие же у нас достоинства? Определим основные достоинства наших Старинок. Тип домов кирпичный – это очень важно, потому что в последующем мы затронем тему панелика и каркаса. Тип домов кирпичных – это действительно большое достоинство. Эстетические дома были сделаны правильно, геометрически правильные, форма, окна большие, чтобы освещенность была правильная, высотность – это все придает эстетику дому. Правильно? Вы же хотите подходить к дому и понимать, вот я живу в этом красивом доме. Аура. То есть эти дома создавали небольшие кварталы, дворы, создавалась камерная аура. Расположение. Чаще всего эти дома у нас располагаются в центре. То есть мы понимаем, что приобретая Сталинский дом, мы приобретаем еще определенную локацию. Поэтому мы оплачиваем не только старый фонд с точки зрения внутреннего пространства, мы еще оплачиваем свою локацию. Очень просторные квартиры были. То есть в среднем однокомнатные квартиры доходили до 50 квадратов, а двухкомнатные – это 60-70, 5-6-комнатные – еще больше. Мы сейчас видим очень много на авито продаж квартир. 5-6 комнат, большие сталинские дома, многоквартирные. То есть это действительно как один большой дом, где можно разместить большое количество человек. То есть если у вас семья состоит из нескольких поколений, вы можете все жить под одной крышей. Недостатки – это износ коммуникаций. Это высокая стоимость подобных квартир из-за того, что они достаточно популярны и находятся в центре, как я говорил про локацию. Очень большие расходы на ремонт. Потому что когда вы предполагаете делать ремонт в Сталинке, это будет капитальный ремонт. Вы все снимете до костей и сделаете все заново. И это будет стоить денег. Это действительно большой недостаток. Проблемы с парковкой, что чаще всего такие дома не предполагали различных парковочных мест. И, возможно, могут быть проблемы с документацией. Если было 2-3 жильца, вы пытаетесь купить, вас иногда релтор может обмануть, что какое-то долевое участие в квартире есть. Здесь очень важно найти чистую квартиру. С правильными документами, с правильно оформленным планом БТИ. Потому что сейчас у нас вышел закон о перепланировках и запрете на определенные группы перепланировок. И важно выбрать достойную локацию и чистые документы. Если вы хотите именно приобрести квартиру в Сталинке. Хрущевки. Они примечательны тем, что ранние хрущевки строились более правильно, как квартиры-ячейки. И здесь очень было продумано внутреннее пространство. И они отличались то, что... В ранних хрущевках были большие окошки ванны, большие окна-холодильники, открытые балконы, антресоли. И, кстати, в ранних хрущевках хорошая высота. 2,60-2,70. Это тоже факт. Достоинство, да, у хрущевок. Это низкая стоимость. Это развитие инфраструктура. Потому что хрущевки застраивались плотными районами. И можете обратить внимание, если вы хотите купить вторичку в центре вашего города, там, крупного, любого крупного города, то чаще всего это будет хорошая локация, дом старенький, но при этом это будет хорошая локация, при которой есть детские сады, школы, рынки, магазины, остановки. Потому что хрущевки строились таким образом для комфорта жилья не только внутри пространства, но и наружного пространства. То есть средового обитания хрущевка. Это всегда плюс по средовому обитанию. Хрущевка это некая все равно камерность, потому что если мы возьмем сейчас современные постройки в 20 с чем-то этажей, да, в 30, это все-таки такие муравейники-человейники, которые на одном маленьком пятне застройки выходят в вертикаль очень большое количество квартир, и люди как в муравейнике живут, и по минут 20 только на лифте спускаются вниз. Здесь все-таки хрущевки, они определились от 5 до 9 этажей. Это важно тоже для того, чтобы человеку комфортно было вообще знать всех своих соседей, и примерно что происходит в их доме. Недостатки, как я говорила, это срок эксплуатации. Все-таки это 25 лет, и с натяжкой то, что у нас сейчас больше 50 их используются, это очень плохо. Типы домов, то, что они были блочные, панельные и блочные, это очень сильно влияет на возможность перепланировки, реконструкции. И именно из-за этого в Москве было принято решение, и в Петербурге, кстати, тоже программа была запущена раньше, было принято решение все-таки не реконструировать, а сносить эти дома, и на месте таких домов строить новые. Еще один из больших минусов, это количество квадратных метров на человек, то есть было очень важно каждому человеку дать жилье, поэтому краили квартиры на маленькие-маленькие квартирки. Кухни маленькие, комнаты маленькие, ну так, чтобы человек просто зашел, пришел, разделся, поел, поспал, помылся и пошел дальше работать. То есть это такая была социальная нагрузка у этого жилья достаточно сильная. Самый большой минус, это плохая звукоизоляция, изношенные коммуникации, это теплоизоляция, большие теплопотери идут у этих домов, потому что они просто не продуманы были с точки зрения теплоэффективности. Сейчас еще большой минус, это запреты на перепланировку, я чуть позже объясню почему. Ну и, соответственно, отсутствие исторической ценности у этих домов практически, то есть историческая ценность их нулевая, если вам хочется жить в каком-то историческом доме, то это точно про Сталинку, либо позднюю Сталинку. Так, у нас как парочку вопросов там. Хочу обратить внимание на... В большинстве городов есть такие уникальные, типовые планировки, это отдельные такие малоэтажные Сталинки, двух- или трехэтажные Сталинки. Вот я сейчас на данный момент вернула в свой город Калуга и проживаю в ней. У него много таких домов. В Петербурге много таких домов и районов. В Москве много таких домов и районов, где Сталинки малоэтажные, два-три этажа. Где-то строительство ближе к 60-м, это послевоенное строительство домов, и многие еще называли их немецкими домами, потому что строили их пленные немцы, которые остались потом после войны. Вот. В среднем это два-три этажа, оно бывает и выше, не более трех подъездов. И отличительной чертой таких домов это являлось то, что деревянное перекрытие и деревянные лестницы. И вот, ну, у меня в историческом городе много таких домов, к сожалению, которых необходимо реставрировать. В Сталинках, в которых проживал определенный контингент людей, номенклатурных Сталинках, так назовем их, перекрытия железобетонные уже были. Это тоже очень важный фактор, что когда вы хотите купить квартиру в Сталинке, нужно выбирать дом с железобетонным перекрытием и железобетонными лестницами. Хочу обратить внимание на такую программу, как планер 5D. Я уже в предыдущем вебинаре рассказывала. Если вам, ну, вы, например, являетесь владельцем прекрасной Сталинки, или вы хотите, прежде чем купить, вы хотите понять, как все распланировать заранее, вот, потому что план БТИ, он не показывает весь спектр, как можно поставить кровать, диван, все ли у вас поместится, сможете ли вы разместить всю семью в данной планировке, можете использовать вот такой бесплатный сервис планер 5D. На официальном сайте есть видеоролики, как правильно его использовать. Вы можете очертить, замерить квартиру, очертить ее, нанести на, ну, определенный сервис, нанести ее на свой лист поля, да, вставить туда мемель, она уже будет в габаритах, в размерах, и погулять по этой квартире. Это я просто еще раз вам дублирую, что хорошие, уникальные инструменты, бесплатные, которыми вы можете пользоваться. Обязательно скачайте и пробуйте, можете работать со своим пространством, либо с пространством, которое вы хотите приобрести. Потому что я всегда говорю, прежде чем приобрести дом, или квартиру, или построить дом, необходимо оценить планировку первичную с точки зрения габаритов. Часто не в пропорции ставят в планировочное решение кровати, диваны, кухни. И вам кажется, что у вас все поместилось. Вы приобретаете данную квартиру, а туда не помещается ничего того, что было нарисовано на картинке. Такой визуальный обман. Поэтому нужно обязательно самостоятельно перепроверять те планировочные решения перед покупкой самостоятельно. Это я вам прям сильно-сильно рекомендую. Так, вернемся к нашему старому фонду. Начнем со сталинок. С преимущества стен. Сталинки все-таки делались из, особенно довоенные, из полнотелого кирпича. Два с половиной кирпича это где-то примерно 65 см толщина стены. Это хороший каркас здания. В дальнейшем здание также строилось из силикатного кирпича, толщиной те же самые два с половиной. Ну и сейчас, как многие строят, в полтора кирпича. Внутренние стены строились один или полтора кирпича. Это хороший внутренний каркас. По возрасту эксплуатации с данным материалом не произошло ничего. Поэтому эти дома как стояли сто лет, еще сто лет простоят. Толщина каркаса приняла на себя все нагрузки от всех перекрытий. Как стоял дом, так он и стоит. То есть я всегда говорю, что хорошие кости это залог успеха. Так же, как и у человека. Хорошее здоровье, тело, то есть оно двигается, ходит, так же, как и тело дома. Оно сильное, упругое за счет первичного каркаса. И поэтому это большой плюс у сталинок. Даже с учетом того, что малоэтажные сталинки строились из шлаков блоков, каркас все равно был достаточно плотным и толстым. Это очень важно. Перекрытие. Здесь у нас, конечно, мы говорим о том, что нас подводили перекрытие. Если это были номенклатурные дома, то это были железобетонные перекрытия. Если мы говорим о сразу постреволюционных постройках, то это, скорее всего, деревянные перекрытия. Высокие потолки. Это тоже очень-очень большой плюс. И единственной отличительной чертой были небольшие балконы. То есть это был небольшой выступ плит и перекрытия с небольшим красивым балкончиком, чтобы выйти утром рано на рассвете и выпить чашечку кофе. Потому что сейчас балконы приобрели абсолютно другую направленность. На тот момент балконы украшали здание. Коммуникации. Очень важно коммуникации в доме. И в Сталинке в том числе. Поздние Сталинки. Они были все подключены к центральному холодному водоснабжению и к центральной канализации. Отопление было центральным водяным, но есть дома, в котором было отопление печное. Практически все дома, которые было отопление печное, в Петербурге в том числе, они уже стали от центрального водяного отопления. Но печи остались. И вот часто, когда вы покупаете дом Сталинку, у вас, возможно, будет по документам обременение. У вас будет обременение на камин, потому что он нанесет историческое наследие, либо на потолок и на лепнину. И в больших городах подобного типа не надо бояться покупать помещение, квартиру с обременением историческим. Это продает и ценность, и некий дополнительный антураж в ремонте и эстетику, потому что все эти элементы несут невероятно красивую эстетику. В проектах домов Сталинок всегда предусматривалась естественная вентиляция, в санузах на кухне и в некоторых домах даже предусматривалась вентиляция в коридорах и жилых комнатах. Естественное освещение и вентиляция были рассчитаны из естественных потоков, притоков и оттоков воздуха. То есть это обычная физика продухов и притоков. И это позволяло дому и каркасу жить без плесени и этому каркасу остаться целым и невредимым надолго. Обратите внимание, что многие жалуются в хрущевках о том, что углы плесневеют. Вот это отличительная черта тех технологических процессов, которые производились строителями тех времен. Они думали о человеке, они думали о доме, который простоит много лет. Дома, которые строились как картонные коробочки 25 лет, было все равно, что там будет с этой плесенью, что будет с оттоком, китоком воздуха, и мы соответственно на хрущевках имеем много проблем с качеством нашего каркаса, в котором мы живем. Электропроводка. Электропроводка что в сталинках, что в хрущевках была всегда медная или алюминиевая, с маленькой емкостью, то есть провод на самом деле сейчас не выдерживает, медь это алюминий не выдерживает, особенно вводной провод в квартиру, он не выдержит тех ваших кондиционеров, стиральных машин, чайников, микроволновок. Все это необходимо обязательно менять. Во всей вторичке старый фонд или даже новый фонд вторички надо смотреть первое это вводной кабель, вам электрик обязательно соберет нагрузку со всех приборов, которые вы хотите использовать в доме, скажет давайте поменяем вводной кабель на более толстый, потому что дом изначально подключается с большой емкостью, внутри дома к вашей квартире может подходить очень плохой кабель, его нужно заменить, и потом от этого вводного кабеля необходимо заменить проводку внутри своей квартиры, то есть похоронить всю проводку, которая у вас есть внутри, или вы приобрели квартиру, все, вы ее там хороните и проводите новые нормальные с нормальной емкостью кабели, иначе мы говорим о том, что у нас есть перепады, пожары, не дай бог это самое сложное и тяжелое, человеку как бы это пожар пережить, поэтому коммуникации, что в хрущевке, что в сталинке, мы воду, канализацию и электрику обязательно меняем на современные технологичные материалы, не надо думать, что если тогда был стояк чугу, но он еще столько же простоит, нет, весь этот чугу тоже имеет усталость с материалом, в котором он состоит, поэтому коммуникации обязательно идут под замену, это обязательно. Вот мы подошли от основных процессов, к тому же, что мы вскрыли, вот мы вскрыли пол, вот мы купили кристалинку, в первую очередь мы вскрываем пол, мы начинали с того, что мы проговаривали, что такое перекрытие, вот чаще всего, это фотографии с конкретно моего объекта, это сюрпризы, вот мы вскрыли пол, увидели железобетонную плиту, лаги, на них, на лагах был пол, мало того, что это очень высокая стоимость демонтажа и грязи, вопрос, что делать дальше, а дальше нужно работать с облегченными смесями, обязательно с шумоизоляцией в виде керамзита и с облегченными смесями, если вы думаете, не думаете, а как чаще строитель приходит и говорит, да, мы сейчас вам 30 сантиметров стяжки зальем, у вас все будет нормально, представьте себе 30 сантиметров цементной стяжки, какой это вес, и это бессмысленно, да, там, на просыхание материала, на стоимость этого материала, сколько там мешков уйдет, поэтому здесь очень важно, когда мы вычищаем то пространство, которое мы приобрели до костей, мы должны оценить последующие расходы более правильно, и помимо этого мы должны пригласить правильных специалистов, поэтому мы возвращаемся к такой теме, как стоимость, то есть приобрести данное жилье в виде сталинки, это одно, демонтаж, это будет самая большая стоимость, вынос вот этого всего старого говна, назовем, потому что по-другому я это назвать не могу, к сожалению, такая вот фраза, но вот это вот все старье нужно вынести, и в дальнейшем нужно правильно разработать технологию, ну даже взять, в принципе, хорошего специалиста, с хорошим опытом, который вам сделает облегченную стяжку, выровняет полы, это первое, первым работаем с плоскостью низа, мы должны убрать влагу, грязь, выровнять уровень, потому что чаще всего в те времена не было лазера, и полы будут гулять, поэтому мы выводим полы в ноль, если перекрытие железобетона, здесь чуточки проще, необходимо обязательно проверить все щели, запенить, убрать все дефекты, залить небольшую стяжку, здесь гораздо проще, но чаще я сталкиваюсь с тем, что воздушная подушка на перекрытии и лаги достаточно высокие, ну вот видите, на картинке это примерно там один, полтора кирпича, вы представляете, да, сколько материала сюда уйдет, поэтому вы должны быть готовы обязательно к тому, что ремонт в старом фонде, именно в Сталинке, это будет достаточно дорого, можно заранее, в принципе, даже прежде чем купить квартиру, прикинь, стоимость на квадратный метр, да, то есть, если мы в среднем берем 100 квадратов квартира, в среднем цену там московскую 20 тысяч за ремонт квадратный, да, умножаем, это у вас будет, да, там определенная стоимость, и здесь стоимость на старый фонд может вырасти до 35-40 тысяч рублей за квадратный метр, если, то есть, ровно в две цены, можете к этому готовиться, и плюс еще всегда на стоимость необходимо заложить 20% на форс-мажорное обстоятельство, когда мы, у нас была одна ситуация, когда мы вскрыли полы, а там оказались еще одни полы, и мы вскрыли три раза полы, то есть, во время капремонта старого фонда хрущевки, старый, извините за тавтологию слова старый, предыдущий слой полов, это был штучный паркет, его не стали демонтировать, его обмазали грунтовкой, и частично залили стяжку, вот, и когда строители это показали, что они вскрыли, ну, соответственно, стоимость демонтажа этого пола это еще плюс 40 тысяч рублей нам стало на 30 квадратных метров, то есть, цены росли в арифметической прогрессии, скажем так, поэтому, когда вы считаете бюджет, вы считаете стоимость строительства от 20 до 40 тысяч за квадратный метр, плюс еще 20% на форс-мажорные обстоятельства, как правильно посчитать материал, вот, мы берем 20 тысяч за квадратный метр на именно строительные работы, и еще 20 тысяч за квадратный метр на материалы, вот, ровно такая же стоимость, поэтому приплюсовали, умножили на свою квадратуру, оценили стоимость, готовы, не готовы, плюс стоимость квартир, а не так, что мы сейчас купим, и мы потихонечку, вот так вот, своими силами в течение годика что-то сделаем, к сожалению, это ошибочное мнение, что в Сталинке своими силами вы сможете сделать ремонт, в Хрущевке своими силами вы сможете сделать ремонт, а вот в Сталинке это будет реконструкция, поэтому необходимо будет осознавать бюджет, который необходим, вы потратите на создание квартиры своей мечты, скажем так. Стены. Также вам хочу показать фотографии с одного из моих объектов. Стены чаще всего в Сталинке, несущий каркас, он идет между квартирами, внутренние стены, они сделаны из дерева, то есть это брус, зашитый двумя слоями, может быть, фанера чаще всего, сверху клеена обоями. Вот такие вот сюрпризы интересные. То есть если сейчас мы используем профиль металлический для того, чтобы создать каркас, на котором мы обшиваем гипсокартоном, то раньше этот каркас создавался из деревянных брусков, поэтому всегда интересно скрывать стены в Старом Апонде. Конечно, они не несущие, эти стены, потому что балки перекрытия опираются на каркас от края до края, то есть балки широкие достаточно, перекрытие широкое и нагрузка идет по внешнему контур. Но на данный момент времени вы все равно должны узаканивать перепланировку. Что это значит? То есть ему купили Сталинку, у нас есть план БТИ, мы хотим чуть сместить стены, поправить мокрые зоны, чуть-чуть расширить, мы делаем проект. После этого вы идете в БТИ, они его вам согласовывают. В дальнейшем вы... Так, секундочку одну. В дальнейшем вы... Сейчас прошу прощения. Делаете уже ремонт, потом приглашаете БТИ, и они делают замер, и выдают вам новый паспорт на объект. Это ничего сложного, поверьте мне. Вот сейчас все боятся узаканить перепланировки. Это абсолютно ничего сложного. Просто для того, чтобы не было аварийности домов, чтобы люди не сносили просто так любые стены, нужно, чтобы инженера в БТИ наблюдали за тем, что делает человек в своем пространстве. Да, это частная собственность. Как некоторые думают, что я могу делать то, что хочу. Нет. Есть риски обрушений, трещин, рассадки здания. Мы живем в многоквартирном здании, поэтому мы должны отвечать из-за всех своих соседей. Поэтому я рекомендую вам не бояться узаканить перепланировку. Потолки чаще всего нужно просто очистить от 2-3 слоя штукатурки. То есть мы вскрываем полы, мы вскрываем стены, мы очищаем все от штукатурки, мы снимаем все ненужное. То есть мы полностью наше пространство оголяем до внешнего контура своей квартиры. Это отдельная работа. Это может занять долгое время, и это будет стоить денег. Поэтому Сталинка это не дешево. Как пример, что мы обычно получаем в Сталинках. Мы действительно, если мы хотим купить, мы купим достаточно плачевное состояние. И не надо этого бояться. Как только вы все снесете, очистите и создадите потом новые стены, новый потолок, новые полы, вы не представляете, как классно заиграет ваше новое пространство. Бояться этого не надо. Вычищать все это старое. Потому что, как я вам сказала ранее, у Сталина прекрасный каркас. Каркас здания и внутреннее планировочное решение, оно было создано для человека. Поэтому я бы в своей жизни купила бы подобное жилье. И я, соответственно, ищу подобное жилье, даже отдельно стоящие дома, потому что я хочу жить в продуманном пространстве. Коммуникации. Износ коммуникации действительно очень большой. Как я вам говорила, что чугунные трубы все сносим. Просто все сносим. Очень такая особая специфика это газ. Чаще всего в подобные дома заводились газ и трубы по потолку сбоку, слева, справа, и мы практически ничего с этим не можем сделать. К сожалению, коммуникация проведения газ газового коту или колонки это самая неэстетичная часть в Сталинках. Окна, балконы прекрасная часть у Сталинок. Мы можем их реставрировать. Лучше не застеклять. Очень важно просмотреть окна и балконы качество плита. Вынос плиты крошится спустя время. Арматура оголяется и несущая способность данного элемента уменьшается. Здесь также все можно подлить, отреставрировать, восстановить. Поэтому не надо просто брать и зашивать ваш балкон. Надо все-таки эту плиту перекрытия балкона выноса ее все-таки нужно восстановить. Давайте поговорим. Я для вас приготовила некие слайды, которые самые популярные решения в старых мы все это снесли и вынесли и все это сделали. А как же мне сделать красиво и недорого? Вот в старинках большой плюс, что мы можем сэкономить на последующей отделке. То есть если мы на демонтаже никак не можем сэкономить, то на последующей отделке мы можем сделать простые решения, которые нам обойдутся недорого. Одно из самых прекрасных решений, например, если вы купили дом, это оставить полы, и восстановить полы. Если полы в хорошем качестве, штучный паркет, оставьте его. Вы его оциклюете, затонируете, и он будет нести некую историческую ценность и радовать вам глаз. Стены и потолки выравниваем и красим в один цвет. Вы можете поработать с серкими цветами, можете все сделать бежевых ровных цветов. Использовать верхний красивый потолочный плинтус не обязательно. Если вы не хотите тратить только денег на широкий потолочный плинтус, вы можете просто сделать покраску, отбив немножко линии, то есть линия потолка, отбиваете линию по стене чуть ниже, красите ниже цветом, верхнюю часть красите в белом. Все, вы делаете без плинтуса, но достаточно красивую отделку. Оставляем двери портала, то есть вот эти огромные проходы, двери портала, световые некие арки, оставляйте, оставляйте и отделывайте, то есть цвет, краска выровняли, это стоит недорого, никаких декоративных штукатурок, и подчеркните каждый проход наличником, отделкой красивой исторической двери. Все, ваше пространство заиграет. В дальнейшем вы можете использовать винтажную мебель, зеркала, светильники, высокие шкафы, это тоже все можно покупать, введу свои обзоры на своем канале, у меня есть каналы в конце, я вам там ссылочку, где я веду обзор, как можно использовать старую этажную мебель, мебель, которая у вас уже есть в подобных интерьерах, и делать ваше помещение более живым, а не вот этим гостиничного типа, то есть помещения гостиничного типа, они не живые, жилье должно иметь свою тексту, свою фактуру, свой объем, тогда вы от него не устаете, то и жилье оно вне времени, оно экалитично, вот это вот я хочу жить минимализме, я хочу жить в поп-арте, или мне нужна классика, нет, жилье, оно должно быть универсальным, эргономичным, и оно будет вне времени, и вы никогда от него не будете уставать. Про законы цветовых сочетаний, про то, как правильно соединить пространство, делать оптические люди, я как раз на своем курсе, на своих восьми вебинарах буду рассказывать и вести, как правильно, зная методологию, зная определенные законы и техники, любое жилье сделать своим уникальным, прекрасным и комфортным, поэтому мой курс, он сформировался из определенных запросов моих клиентов, я его запаковал в 8 вебинарах, и вы можете пройти его за небольшую сумму денег, и вы будете знать все законы и принципы дизайн-проектирования среды обитания, вы сможете как взять свое жилье, его соптимизировать, то есть я, как куратор, буду вести вас на этих вебинарах, вы можете вместе со мной именно на вебинарах проработать свое жилье, либо уже купив в последующем жилье, вы можете самостоятельно, приложив руку, сделать свое пространство уникальным, имея мою методологию, которая понятна каждому человеку, я ее оптимизировала, запаковала и сделала понятной, поэтому всех вас жду на своем вебинаре, не в меня курсе из восьми вебинаров, будет очень интересно и полезно. Один из больших тоже приемов работы со сталинками, это выделить текстуру полов с цветом, все остальное пространство сделать цветом, то есть у нас и так много света и пространства, у нас сталинки они чем отличаются, они узкие, узкие пенальные коридорчики, все это ровненькое, длинное, вытянутое, сделайте все одним светом цвета, наполните это винтажной мебелью, большими люстрами, декором, хрусталем, какими-то плотными тканями, и ваше пространство заиграло, ткань стоит недорого, люстры винтажные или реплики на люстры стоят недорого, просто за счет того, что люстра массивная, она будет смотреться дорого, но по факту она будет вам стоить 25-30 тысяч рублей, а будет смотреться как будто она стоит 135, а винтажную люстру, если вы приобретете постсоветскую, советскую или винтажную, итальянскую, вы вообще свою квартиру преобразите сразу же, то есть один предмет на светлом фоне автоматически может преобразить все помещение, один акцентный предмет и работать со светлыми оттенками, это обязательно, обратите внимание, что в Сталинках практически всегда мы оставляем окошки между кухней и ванной, они действительно несут некую такую статическую приятность, назовем так, вот этот вот свет, я у бабушки кстати всегда любила в хрущевке это окошко из кухни, она мне всегда вызывала ощущение, что там подсмотреть, что это в ванне, вызывало меня умиление, для меня это какая-то историческая такая внутренняя вещь, я люблю эти окошки, я у себя хотела оставить окошко, но к сожалению не пришлось его убрать. Также один из больших приемов, самых непопулярных приемов это использовать плитку в санузлах не на всю высоту, не бойтесь использовать плитку только на определенную высоту, потому что санузлы или ванны в Сталинках, они достаточно узенькие, маленькие, как колодцы, чтобы не делать этот эффект колодца, использовали плитку метра на метр восемьдесят два, можно на метр шестьдесят, все остальное покрасили специализированной краской, то есть в магазине продается краска с резиновым эффектом для влажных помещений, и у вас не будет никогда никакой плесени, это я вам сто процентов гарантирую. также вы можете использовать красивый лепной декор, чтобы украсить, то есть вы взяли ровный пол, ровные стены и сделали красивый лепной декор на потолке, вложитесь в потолок, он сразу заиграет и будет эффект шика. В Сталинках всегда существуют какие-то ниши, перегородочки, какие-то окошечки, закуточки, старайтесь их использовать. Каждое пространство старайтесь использовать, оно тоже дает некую эстетику. Антресоли чаще всего оставляют, поставили холодильник, над ним оставили полочку антресоли, закрыли шторочками, поставили дополнительные полки, использовали подоконник обязательно, когда пансионно рабочее пространство, открыли окно, потому что Сталинка подразумевает, что свет проникает в пространство и заполняет его, так называемый световой сценарий, это очень важно, используйте окна, не закрывайтесь от людей и от этого мира, на ночь закрыли шторочки, легли спать в темноте, а все остальное используйте свет и тот вы же купили дом он же у вас исторический и снаружи у вас исторический центр, но объединитесь с этим своим историческим центром, возьмите чашечку кофе, сядьте на свой подоконник и наблюдайте на ваш вечерний город. Как я уже говорила, используйте подоконники и отсутствие штор на окнах, используйте корулонные шторы. Один из интересных приемов узкой кухни в сталинках это разъединить их по цветам, то есть кухню делайте полностью цветную от пола до потолка, создаете цветную стену, все остальное пространство делайте единым. Три стены делайте светлым. Таким образом оно не становится узким. Работа с темным цветом и светлым цветом. И работайте по вертикали, то есть мы имеем вытянутое пространство в горизонтали, вы начинаете вытягивать вертикаль, то есть противоположности. Если все наоборот, у нас очень вытянутые, слишком вытянутые, работайте в горизонтали, сделайте цвет пола темнее, чтобы немножко уменьшить. Это опять-таки практические иллюзии, которые я более детально рассказываю на своем курсе. Как я уже говорила, что Сталин это не единственный вид старого фонда, что все-таки мы немножко сейчас проговорим про Хрущевки и Брежневки. Хрущевки это практически квадрат. Это квадрат, внутри которого менялись санузлы, комнаты, габариты, проходы. Это прекрасная форма квадрата, хрущевка. За что я люблю хрущевки, это за квадратное пространство, с ним работать лучше. Брежневки, они все-таки более прямоугольные, вытянутые, с ними работать сложнее. Вот я один из последних проектов это была пятиэтажная хрущевка после реконструкции. Это прекрасная квадратная квартира, с которой мы сделали потрясающее пространство светлое и оно не кажется даже старым. Основные отличия, это дом 5-9 этажей, либо есть лифт, либо отсутствие лифта. Высота потолков у хрущевок 2,50, у Брежневки уже повыше, может быть до 2,70 доходить. Брежневка чуть-чуть больше по габаритам кухни и разделенные санузлы. Но я вам честно скажу, что я хрущевки полюбила больше, окунувшись в ремонт именно хрущевок. Все-таки Брежневки и потом из них, которые вышли из стадии дома P-серии, узкие такие вытянутые помещения, они мне меньше нравятся с ними работать, сложнее. Возвращаемся к тому, что я сказала раньше, что начиная с 60-х годов уже поздние хрущевки использовались панельные или каркасно-панельные конструктивные схемы зданий. И сейчас на законодательном уровне в панельных домах запрещены перепланировки, потому что многие думают, что да что там тонкая стенка, я сейчас ее снесу и все. Нет, к сожалению, дома каркасные они опирались на каркас, а панельные дома нагрузки опирались на панели стен и перекрытий, распределялась таким образом нагрузка равномерно. Поэтому я вам очень рекомендую, прежде чем что-то сносить, подумать. Это очень важно, особенно если вы живете в панельном доме. Просто так брать, сносить не рекомендовано. Можно, вы можете снести тот или иной проем, но вы должны укрепить вместе с инженером, строителем, сделать дополнительное укрепление. То есть распределение нагрузки. Это очень важно. Определить, в каком типе дома вы живете, понять, что можно сносить, что нельзя и сделать грамотную перепланировку и зафиксировать ее в ПТИ. Смотрите, в чем особенность вот этих панелек, панельных каркасных домов. Шаг плиты в ранних панельных домах, он был узкий. 2, 2,5, и 3. Они были такие узкие, нарезанные. И здесь, конечно, сносить не рекомендовано практически ничего. Мы просто используем наше пространство и делаем эффект, ну, такой, применяем, как сказать, другую методологию. Не сносим, пространство увеличиваем, а делаем оптические иллюзии. В более поздних домах хрущевок и последующих, да, как бы типовых домов серии П ширина плиты уже увеличилась, то есть 3,5, 6, 4, и таким образом комнаты стали более широкими, менее узкими, более широкими. Мне это нравится меньше в работе, если честно. Потому что все равно какие-то узкие, длинные, непонятные комнаты. Хрущевка, она хотя бы квадратная. Эксплуатационные характеристики всех этих зданий очень низкие. Теплозащита низкая, звукоизоляция низкая, плоская крыша течет, в подвалах открытых микроклимат ужасный, тянет все на первый, второй этаж соответственно, это все ухудшает качество жизни человека. Необустроенные тамбуры, входные группы, ветер, снег, звук, все это делает качество проживания в подобном доме низко. Конечно, я бы советовала не покупать, не думать, что старый фонд в виде хрущевок это лучше. Некоторые только дома хрущевки прекрасно можно использовать под реконструкцию и реставрацию. Типичный пример наших хрущевок. Антресоли, небольшие стены, большие комнаты, узкие коридоры. Что мы при работе с таким пространством мы просто вычищаем все, вычищаем стены, снимаем дополнительную штукатурку, вскрываем полы и оцениваем ситуацию как на Сталинках. Стоимость демонтажа и последующего выравнивания стен, выравнивания пола и потолка будет в два раза ниже за счет квадратуры и за счет того, что каркасы подобных зданий все-таки лучше и качественнее. То есть панель это что такое панель? Это отлинтая стена из бетона. Вот она полностью отлита. Вы сняли ненужный верхний слой, все, вы можете с ней работать. Вам не нужно ее укреплять, она у вас уже готова. Так же как было у меня, да, я брала хрущевку, я сняла всю штукатурку, у меня были прекрасного качества блоки, стена, я просто их сверху опять заштукатурила. Все, это было прекрасно, но демонтаж это был ужасен. Конечно, это пыль, грязь, старое тело, но это того стоило, я вам честно скажу. Популярность или вы решение в подобном старом доме, да? Самое популярное решение это не использовать верхний плинтус, я уже говорила об этом раньше, то есть мы делаем отбивку границы цветом, цвет стены, цвет потолка и делаем это ниже на 10 сантиметров, на 7-10 сантиметров, чтобы потолок поднять выше, такая оптическая иллюзия, то есть стены одного цвета, потолок поднимаем, делаем купол такой белесый, стены обязательно должны быть нейтрального цвета, полы может быть какие-то интересные, графические, с мелкой плиткой, с крупной плиткой, но стены мы делаем нейтрально светлого оттенка, мы обязательно в подобных квартирах используем маленькую мебель, маленькие столики, маленькие диваны, маленькие стулья, и это надо находить, нужно прям промерять, смотреть, бегать с рулеткой, встанет, не встанет, у меня была ситуация, когда я купила стулья, и у них был очень большой ножки вперед, вот так сильно выходили, и у меня они просто не встали, они заняли все пространство, я сбрала у мамы старые советские стулья деревянные, отреставировала их и поставила, и они идеально встали в мою маленькую кухню, поэтому подбирать мебель, это прям отдельный труд будет в подобные помещения, это важно, маленькие пуфики, узкие шкафы, шкафы все будут до потолка, обязательно с антресолями, это также очень важно использовать в хрущевках всю высоту до конца, полочки, ниши, антресоли, вставочки, окна, балконы, подоконники, подглядываем на разные картинки и используем каждый сантиметр, не только по горизонтали, но и по вертикали, мы собираем все предметы, которые нам нужны, и начинаем думать, так, куда мне поставить зонт, куда мне повесить сумки, у меня есть книжки, я хочу, чтобы эти книжки я видела, сначала анализируем все эти предметы, а потом осматриваем помещение и каждый свободный угол используем под стеллажи и полки, это основной принцип оптимизации хранения предметов. Сейчас очень много корзиночек, коробочек, все это можно запаковать от пыли, грязи, сложить, но обязательно какую-то горизонтальную плоскость для какого-то бокса мы должны создать. Использовать подоконники, окна для рабочей поверхности, это единственный вариант создать себе рабочий кабинет в хрущевках либо брежниках. у вас есть небольшая квартирка, но вы хотели отдельное спальное место, это один из больших запросов, я хочу диван и спальное место. Вот здесь единственный вариант планировочного решения, это создать некую нишу, куда мы задвигаем кровать, и доступ к этой кровати только с одной стороны, ну то есть кидаем матрас, нишу и ставим кровать, и можно использовать шторку, либо дополнительную перегородку, это будет помещение только где будет находиться кровать, но она будет уединенная, диван будет отдельно, кровать это отдельно, это тоже один из типовых решений, потому что комната в хрущевке она длинная и можно метр шестьдесят, если мы берем матрас на метр шестьдесят, то есть метр восемьдесят мы отделяем для ниши под кровать, все остальное мы используем под диван, это одно из самых популярных решений, потому что комнаты длинные в Кстати, обратите внимание, как я вам говорила, что плинтус верхний не используют. Чтобы поднять высоту потолка в хрущевках, мы используем цвет стен, который переходит в потолок, чтобы поднять визуально высоту потолка. Шкафы. Шкафы, антресоли, все до потолка. Все используем для потолка. Все модульное, все маленькое, все эргономичное. Очень это важно в подобных квартирах, потому что они узенькие и маленькие. Большие гардеробы у нас не поместятся. Самое главное, что, ну, также один из классных приемов, это мебель должна быть в цвет стен. Мебель в цвет стен делает эффект, что это стена. И вам не кажется, что это огромный шкаф, который вам мешает жить. Это также очень интересный прием. На второй картинке вы можете обратить внимание, что мебель, наоборот, яркая, но она соединена с соседней стеной. И таким образом делается эффект буквы Г, но это тоже как будто это стена. Стена справа, стена слева. Цветовая гамма. Одна из самых популярных цветовых гамм для хрущевок, как я вам подобрала, это либо это нейтрально-бежевые земляные оттенки, либо это бежевый, разбавлен серым и голубым. То есть коричневый, бежевый, охристый, светло-бежевый, темно-бежевый. Это такие нежные текстуры, которые 100% не убьют ваше пространство. И здесь очень важно, помимо того, что вы все вычистили, все убрали, не используйте лепнины, использовать правильную мебель и правильные текстуры, чтобы создать ваш дом в доме больше уюта. Что все темные цвета должны быть ниже. Пол темнее, мебель темненькая может быть, столик более темненький, а все остальное рассветляется вверх. Все темнее снизу, рассветляется вверх. Таким образом, создается иллюзия высоты квартиры больше. Если в Сталинках вы можете хоть всю стену сделать яркой, вам все равно, у вас высота позволяет, у вас воздух, у вас свет проникает в пространство, у вас 50 окон, огромные подоконники, то здесь мы должны все темные цвета располагать по горизонтали, по вертикали уходить на светлый оттенок. Таким образом, вы не убьете свое пространство. Ну, собственно говоря, мы подошли к тому, что все, что я вам сегодня рассказывала, это только прелюдия к моему практическому дизайну среды для всех. Ранее мы проводили семинар на тему «Маленькие квартиры могут быть уютными». Сейчас мы провели вебинар, прощу прощения, вебинар на тему старого фонда. Это всего лишь часть. Мы живем в старом фонде, мы живем в маленьких хрущевках, мы хотим построить дом, купить новое пространство. И благодаря моему курсу «Практически дизайн среды для всех», благодаря 8 урокам, поверьте мне, за 8 уроков вы очень много приобретете, вы сможете самостоятельно оценить свое пространство, улучшить его, либо приобрести жилье и сделать его также самостоятельно. Я имею в виду не физически руками самостоятельно, а вы будете иметь определенные знания и методологии, с помощью которой вы никак не сможете создать плохое пространство. Она у вас будет функционально, эргономичная, стильная и комфортная. Все. И вы, имея и владея этими знаниями, можете применять его в кабинете, в своем рабочем кабинете, в доме, на даче, на улице, неважно где, вы будете обладателем определенной методологии, которая на 100% рабочая, потому что за 15 лет я не взяла готовую методологию, я ее выработала, запаковала в эти 8 вебинаров. Но вы не просто будете слушателем, вы возьмете, для примера, свое, и с помощью моих консультаций в процессе вебинаров, вы проведете со своим пространством огромную работу. Вы будете иметь вот такой практический эффект от этих 8 вебинаров. Поэтому я вас всех приглашаю на мой практический дизайн среды для всех и на свой канал в Telegram. Присоединяйтесь, там тоже очень много интересных фишечек, лайфхаков. Ну и, в принципе, такой некий дневник. Меня, как дизайнера, вообще, что это за профессия, потому что, возможно, кто-то скажет, а я вот хочу стать дизайнером, а что же это, это так, наверное, легко, я считаю, до курса, и все. Нет. Дизайн среды – это такой вот длительный большой труд, но вы при этом можете стать стилистом интерьера, декоратором интерьера, вы можете себя найти внутри создания стиля того или иного пространства. Можете применить свой талант, потому что у каждого человека есть талант украшательства пространства, в котором он живет, структуризации пространства, в котором он живет. Просто у мужчин он немножко более структурно подходит, у женщин он более хаотичный подход. Но, возможно, вам захочется в виде хобби заниматься данным процессом на даче, дома, в комнате, в офисе, у вас будут определенные знания, или вы будете подсматривать на моем канале разные фишечки и скажете, я вот с большим удовольствием сейчас делаю вот это, применила вот это. То есть это все абсолютно открытая информация, я делюсь с ней открытой, с людьми, потому что у меня очень много запросов ко мне приходят, а подскажи, а проконсультируй, а где найти, а где прочитать. И моя голова, мне кажется, иногда лопнет. И чтобы она меня не лопнула от того информационного потока, который внутри меня, я хочу с этим делиться с вами. Поэтому приходите, подписывайтесь, пишите, звоните. Этот мир дизайна, пространство, функциональности вокруг нас, он прекрасен. Все, что вокруг нас, должно работать на нашу пользу, на нашу красоту, на тактильность и просто радовать нас. Пространство и вещи вокруг нас, они должны нас радовать. Спасибо большое на то, что присутствовали на...